Ну вот не люблю, когда я прав. Байсангура Бранту взял, проиграл. Круз победил, Ликона просрал. Баррера Ндондоу какашкой назвал. Мир бокса одновременно великий грязен. В нем каждый стремится из грязи, то в князи. И только мы над суетой. Культовое зринг-шоу. Всегда с тобой. Поэзия большого бокса это всего лишь сказка, за которой скрывается весьма непритязательная сторона профессионального спорта. Это в аматорах бокс-спорт, когда ты становишься чемпионом по всему, что только можно выиграть это чемпионство. А в профессионалах все куда прозаичнее. Подготовился к поединку, вышел в ринг, убил соперника, заработал денег, чтобы снова начать эту круговерть по новой. Так и у нас в культовом зринг-шоу. Мы готовимся, делаем программу, вздыхаем устало, чтобы потом начать все снова. И да, скромность это не наш конек. И в пятницу, 15 февраля, на арене Гранд Казино, что в Хинкли, штат Миннесота, Роб Брандт впервые защитил принадлежащий ему пояс чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, нокаутировав в 11 раунде проспекта Хасана Байсангурова. В принципе, мы и предполагали, что у Хасана не будет особых шансов на победу, и уже со второго раунда мы окончательно в этом убедились. Брандт действовал очень жестко ударами по корпусу и по второму этажу, и кроссом правой во втором раунде отправил Хасана на конвас. В честь Хасана он продолжил бой, показал упорство, правда, в общем, технической составляющей в его действиях было очень мало, ну, над чем ему и надо еще поработать. Ну и все закончилось в 11 раунде. Серия довольно-таки жестких ударов заставляет Хасана снова опуститься на колено, он поднимается, продолжает бой, и два удара безответных. В общем, Роба Брандта заставляют рефери остановить поединок, Роба Брандт празднует победу, ну, а Хасану мы соболезнуем в первом его поражении на профессиональном ринге. Но ничего, не важно, сколько ты упал, важно, сколько ты раз поднялся и продолжил бой. Ну и в субботу, 16 февраля, на арене Microsoft Seattle, что в Лос-Анджелесе, Калифорнии, претендент на титул чемпиона мира по версии IBF на олегчающем весе Диджей Крилл отобрал, собственно говоря, пояс чемпиона его обладателя Карлоса Ликоны. Если говорить о самом поединке, то Ликона уверенно провел все 11 раундов, явно лидируя на картах судей. Единственное, что в 12 раунде Крилл его трижды бросал на канвас, и Ликона хоть и поднимался, готов был продолжать бой, но вся ситуация в том, что в правилах Государственной атлетической комиссии штата Калифорнии присутствует правило трех нокдаунов, которого в других штатах в чемпионских поединках отсутствует. Ну и после третьего падения рефери, следуя правилам, остановил поединок, хотя все-таки, по моему убеждению, этого не стоило делать. Если бы бой продолжился, Ликона проиграл бы раунд, но выиграл бы бой. И в майн-эвенте чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Санта Круз без проблем защитил свой титул против развенчанного проспекта Рафаэля Риверы. Круз полностью контролировал поединок, в честь Риверы он делал все, что мог, некоторые эпизоды он даже провел довольно-таки неплохо, но в целом Круз контролировал бой и выигрывал каждый раунд, и, собственно говоря, победил на картах всех судей с разгромным счетом 119-109. Ну и следующий вопрос, против кого Круз будет боксировать дальше. Менеджер чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика Эггис Климас весьма жестко, иронично и даже цинично прошелся по претенденту на чемпионские ПСА, претенденту-неудачнику Салливану Баррери. Дело в том, что Салливан Баррера в своем твиттере опубликовал следующий пост. Дескать, соперник Гвоздика, Дудунгумбу, переводится как Кал. А вот следующим соперником Батырбиева будет понос. И вот Салливан говорит, что у меня такое ощущение, что только Ковалев здесь король и готов дать мне возможность выйти в ринг и боксировать против него. Явно намекаю, что Батырбиев и Гвоздик от него убегают. Ну, на что Эггис Климас ответил. Ты получил шанс, но отказался от боя с Гвоздиком. И поблагодари за это своего менеджера. Ты думаешь, что он защищает твои интересы. Офигушки! Он делает все, чтобы с тобой вообще никто не хотел иметь никаких дел. Ну, и также Эггис Климас напомнил о том, что в свое время Салливан Баррера отказался от поединка с Ковалевым. Впрочем, как и отказался от поединка с Артуром Батырбиевым, поставив в условие, которое не соответствовало его статусу. Он захотел миллионный гонорар, хотя на подобную цифру он не заслуживает. Ну, и в результате Артур Батырбиев будет защищать свой титул. Ковалев готовится также проводить добровольную защиту. Александр Гвоздик готовится проводить добровольную защиту. Единственный Салливан Баррера сосет лапу. Чемпион мира по версиям WBA и WBA в легком весе Василия Ломаченко ответил, наконец-то, на заявление Теофима Лопеса, как младшего, так и старшего. Это сын и отец, которые постоянно бросают вызов Василию. Василий сказал, что он считает, что, дескать, Теофима, как сын, так и отец, просто хотят пиариться на его имени. И он бы с удовольствием предоставил им возможность выйти в ринг и побоксировать. С ним, может быть, сразу двум. Но только дело в том, что Ломаченко заявил, пусть сначала заслужит право стать обязательным претендентом, и я с удовольствием выйду против него в ринг. И также Василий заявил, что не уверен, насколько долго Лопес продержится против него в ринг. И даже предсказал результат, что где-то в финальных раундах боя Теофима Лопес просто останется на табурете и откажется выходить в следующий раунд. Ну и приятная новость. После полутора лет простоя в ринг готов выйти проспект второго полусреднего веса Тарас Шелестюк. Напомним, что у него был очень жестокий конфликт с его менеджером, потом с промоутером, которые просто не хотели организовывать ему поединки, держа, по сути, Тараса в черном теле. Ну и вот приятная информация от наших инсайдеров, что следующий бой Тараса может состояться 9 марта на Dignity Health Sports Arena, что в Карсене, штат Калифорния, промоушере Тома Брауна, где главный поединок проведут чемпион мира по версии WBC Велтер Вейд Шон Портер и претендер Тер Денис Угас. Ну а вот, а кто именно станет соперником Тараса Шелестюка, увы, сказать не можем. Надеюсь, что скоро Тарас сообщит информацию о своем сопернике. Ну а пока держим за Тарас кулаки. И говоря о поединках предстоящего уикенда, начнем с Киева, с арены Ака Интернешнл, где Спарта Бокс Промоушен будет проводить вечер бокса, где в главном поединке выйдет чемпион мира по версии WBC среди юниоров Карен Чухаджан для того, чтобы провести первую защиту своего титула против мексиканца Карлоса Родригеса. Ну, на наш взгляд, для Карена будет это хороший поединок, хороший соперник. По крайней мере, пока говорить, что Карен готов выйти в боях против топ-соперников не приходится. Карену нужно набраться опыта и надеемся, что Родригес как раз и предоставит ему настоящий бой, где Карен вырвет, собственно говоря, победу. В победе Карена, собственно говоря, мы не сомневаемся, ну и также в андеркарте мы можем увидеть бойцов Спарта Бокс Промоушен Андрея Великовского, Завора Петросяна, ну и бойца промоутерской компании K2 Дмитрия Митрофанова. Надеемся, что все будет довольно-таки зрелищно и интересно. Далее уикенд бокса мы продолжим на O2 Арена, Лондон, Англия. Джеймс Дегейл и Крис Юбенко спорят вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе. Бой обещает быть интересным и интригующим. Юбенко, на наш взгляд, ожидает хорошая трепка, поскольку весь его стиль сводится к недостаточно техническому исполнению бокса, который он старается комплексировать с жесткостью, что была присуща его отцу, но, к сожалению, отсутствует у Юбенко. Результат где-то 50 на 50, но мы надеемся, что все-таки Дегейл сможет дожать Юбенко в ринге и победить. Не знаем, как нокаутом, но будем держать за то, что Дегейл победит единодушным решением судей. И закончим обзор предстоящего уикенда с боя, который состоится на арене оружейной палаты Миннеаполиса, штат Миннесота, где первые и вторые номера рейтинга Всемирного боксерского совета, это Энтони Дирел и Авни Илдырым, оспорят вакантный пояс чемпиона мира, собственно говоря, во втором среднем весе. Напомню, что Дэвид Бенавидас был лишен этого титула, поскольку провалил, причем несколько раз провалил допинг-тесты. А вот каким будет предстоящий поединок между Дирелом и Авни, ну мне сложно сказать. Дирел не выходил в ринг с апреля прошлого года и, надеемся, не потерял своих навыков. А боец он в свое время был очень жесткий в исполнительском мастерстве и довольно-таки высокого класса, готов был показывать бокс. Ну, а если говорить об Авни, то турецкие боксеры довольно-таки просты, хотя бывают напористыми. И здесь можно предсказать, что Дирел, скорее всего, победит единодушным решением студии, и единодушным, прошу прощения, решением судей, поскольку все-таки у Авни, на наш взгляд, хватит стойкости пройти полную дистанцию. Ну, собственно говоря, на этом все. Благодарим вас, надеемся, что наши проекты The Ring Show и The Ring News нравятся вам. Пишите нам, чего нам не хватает, что бы вы хотели еще увидеть. Давайте нам советы, ругайте нас. Пожалуйста, приглашаем вас к дискуссии в наших пабликах. Естественно, подписывайтесь на наши каналы в YouTube, как The Ring News, так и The Ring Show. Ставьте лайки, ну и всячески подталкивайте нас к успеху, а мы ответим просто плодотворной работой. Ждем ваших вопросов, отзывов, пожеланий на e-mail theringshow.gmail.com Ну и, что бы с вами ни случилось, помните, что все будет бокс. Субтитры создавал DimaTorzok